Друзья, всем привет! Вы на канале Мотосанчо. Сегодня 15 января и в Беларуси замечательный весенний день. На улице тепло, светит солнышко, небо ясное и погода идеально подходит для того, чтобы отправиться во двор и почистить старые цилиндры моего Урала с помощью пескомета. Технология уже наработанная. Почищу, продую, обезжирю, покрою слоем цинк-алюминиевого спрея. И в принципе сегодня я хотел бы закончить сборку и установку поршневой, как на один, так и на второй двигатель. Время идет, действительно весна не за горами, а работы впереди еще много. И честно признаться, вот уже третью зиму подряд я занимаюсь практически одним и тем же. Я, Капиталю, ураловский двигатель. С одной стороны это здорово. Это позволило наработать какой-то опыт, какие-то знания, понять механику и физику многих процессов, понять, что именно в сборке Урала может быть критично, а на что можно не обращать такого серьезного внимания. Но, честно сказать, надоедает. Поэтому я с нетерпением уже жду того момента, когда смогу заняться двигателем Днепра. Он, конечно, практически такой же, но там есть, есть ряд отличий. И уверен, это будет сравнение. Не предвзято его разбирать, собирать и восстанавливать я не смогу. В любом случае буду сравнивать с Уралом. Так что, думаю, будет немножко интереснее. Ну, а сейчас погнали на улицу. Как же это приятно, когда вместо постоянной серости можно любоваться чистым голубым небом и солнышком. Ну, а здесь у меня все готово. Есть пескомет. Для тех, кто еще не в курсе, это болгарка со специальной насадкой. Есть импровизированная пескометная камера из 200-литровой бочки, чтобы песок не разлетался повсюду, а собирался внутри. Цилиндры я с двух сторон закрыл скотчем, чтобы мы песком не повредили гильзу. Песочек у меня остался еще с прошлого раза. Ну, и, конечно же, не забываем про экипировку. После очистки и обработки цилиндров цинк-алюминиевым спреем я их отправил греться и сушиться на печке. Затем для установки четырех цилиндров, ведь двигателя у нас два, нам потребуется 16 хороших, целых, красивых шпилек, без замятых и сорванных витков резьбы. Их также необходимо почистить, помыть, обезжирить и установить на резьбовой фиксатор. После установки шпилек нам потребуются прокладки. Две у меня есть готовых из стандартного ураловского набора, а еще две я сейчас вырежу из паронита толщиной 0,5 мм. При этом досконально копировать прокладку вовсе не обязательно. Например, до сих пор неизвестно, для чего предназначены эти две выборки в нижней части прокладки. Ведь ни на цилиндре, ни на картере в этом месте нет ничего. Никаких каналов, никаких углублений, никаких отверстий. Если вы знаете, напишите, пожалуйста, третий год работаю с уралами, не знаю, для чего они нужны и на своих прокладках таких углублений не делаю. А выборку для подачи масла к левому цилиндру можно сделать только на прокладке левого цилиндра. На правом цилиндре она совершенно не нужна. К картеру я прокладочку приклею на тонкий-тонкий слой герметика. Фактически прозрачный. При установке цилиндра этот герметик вообще не должен никуда выдавиться. Его назначение просто удерживать прокладку на месте. И вот мы вплотную подобрались к моменту установки поршней. Это у меня второй двигатель резервный, на который будет устанавливаться бэушная поршневая Алмот. Она уже поработала на моем Урале, но какой-то ресурс у нее еще остался. Поэтому сейчас главное не путать детали правые и левые. У нас есть правый поршень, правый комплект поршневых колец и правый поршневой палец. Палец от автомобиля Kia. И здесь есть одна особенность. Совершенно новый ураловский пальчик с диаметром 20-98. В этот поршень входит свободно, что называется со скользящей посадкой. Видите, от руки раз и вставил. Совершенно никакого люфта, никаких зазоров, но от руки он сюда вставляется. А вот палец автомобиля Kia имеет диаметр 21 ровно. И здесь уже в посадке образуется пускай небольшой, но все-таки натяг. От руки он не вставляется, если поршень предварительно не нагреть. Да и потом не факт, что получится. Поэтому при установке я буду пользоваться специальным приспособлением. Конечно же, ни в коем случае не стоит забивать палец в поршень молотком. Даже если вы будете использовать какие-то проставки или еще что-то, есть всегда шанс погнуть шатун, сделать себе проблемы с коленвалом. Я одел сейчас поршень на ураловский палец. Тот, который входит в него свободно. Потому что палец Kia мы греть не должны. Греть будем только поршень. Теперь быстренько перехватываем поршень с помощью жаростойкой перчатки. Достаем горячий ураловский палец и вставляем смазанный маслом холодный пальчик Kia. Ну, насколько получится. Вышел. Одеваем на шатун и пытаемся осадить его до конца. Почти. Почти установил. Конечно же, еще до установки поршня необходимо правильно сориентировать вверх и низ, чтобы не перепутать и не поставить его другой стороной. Я отталкиваюсь от цифр размера поршня, потому как на алмотах стрелки направления на выпускной клапан нет. Да и в принципе нет большой разницы, как их ставить. Они абсолютно симметричны. Но если в этом положении они преработались, то в этом же положении необходимо их и оставлять. С одной стороны видим, пальчик торчит где-то на 2 мм. А со второй стороны на эти же 2 мм не дошел. Вот теперь воспользуемся нашим приспособлением. Ось. А с другой стороны стакан. Стакан этот плотно прижимается к поршню, а внутри есть пространство, куда будет втягиваться палец. Хотя это больше актуально для извлечения пальчиков. Сейчас он будет втягиваться только в поршень. Устанавливаем шайбу, наворачиваем на шпильку гайку и не спеша начинаем затягивать. Вот теперь, пожалуй, все. Хотя нет, конечно же не все. Ведь есть еще стопорные кольца, которыми необходимо зафиксировать палец внутри поршня. Очень ответственный момент. И отнестись следует со всей серьезностью. Ведь случайно выпавшее стопорное колечко может создать вам большие проблемы в путешествии. А узнаете вы об этом скорее всего слишком поздно, когда потребуется менять уже и поршень, и цилиндр. Поэтому устанавливаем. И когда колечко уже заняло свое место в пазу, я обычно берусь за него и несколько раз проворачиваю вправо-влево, чтобы убедиться, что оно действительно не перекошено и из паза случайно не выскочит. Вот после этого можем и поршневые кольца устанавливать. Сначала масло съемное, у меня оно одно, наборное. А затем компрессионные кольца. Левая сторона тоже уже готова. Колечки на эти поршни устанавливаются вазовские. Они немного отличаются от ураловских, и в их установке есть определенные хитрости. Я сейчас не буду повторяться, в чем именно они заключаются, но оставлю подсказку на видео, где обо всем этом подробно рассказывал. А мы с вами давайте перейдем к установке цилиндров. Цилиндры готовы. Они отмыты, продуты, высушены, покрашены. Я уже установил кожуха штанг, поставил их на резьбовой фиксатор красный. Многие мне писали, что при нагреве этот фиксатор разрушится. Не совсем так. При нагреве этот фиксатор ослабляется. И если в этот момент ударить в кожух штанги, да, он разрушится. Точно так же, как при фиксации резьбовых соединений. У нас болт стоит на фиксаторе, и прежде чем его открутить, необходимо его нагреть. Но если мы его просто нагреем, не откручивая, то с фиксатором ничего не произойдет. Он нагреется, а потом остынет. А вот если приложим усилие, начнем откручивать, тогда да, тогда разрушится. Так что я думаю, здесь отлично все будет держать. И главная его задача не допустить подтекания масла. Очень некрасиво, когда по этим трубкам масло отпотевает и начинает налипать пыль. Для того, чтобы установить цилиндр на двигатель, необходимо приготовить уплотнительные резинки кожухов штанг. Они должны быть под рукой и уже обезжирены. Также нам потребуется герметик, куда же без него, и масленка. Герметик мы тонким слоем наносим на фланет цилиндра. Тончайшим слоем, точно так же, как на картер под этой прокладкой, чтобы он фактически просвечивался и никуда, ни в коем случае не выдавливался. Это к тому, чтобы он не перекрыл дренажное отверстие, по которому масло уходит из-под клапанной крышки. Так же наносим герметик на трубки кожухов штанг. Не надо, чтобы из-под них масло плыло. И на посадочные отверстия резинок, уплотняющих кожуха штанг. С герметиком закончили. Переходим к нанесению масла. Нам необходимо смазать юбку поршня и внутреннюю поверхность цилиндра, хотя бы в начале, чтобы заходил поршень полегче. Разводим замки поршневых колец. Это сюда. Это сюда. Главное, чтобы они не совпадали по оси с пальчиком и друг с другом. Ну а теперь приступаем. Аккуратно начинаем осаживать цилиндр на поршень, одновременно сжимая пальцами первое кольцо. Теперь точно так же второе компрессионное. Тоже есть. И, наконец, маслосъемные колечки. Пожалуй, главная наша задача во время осаживания цилиндра не вращать его, чтобы не сбить расположение замков колец. Многие считают, что они в процессе работы вращаются в цилиндре, но нет, не замечал такого. Когда снимаешь, потом находятся они ровно в том же положении, в котором мы их устанавливали. Теперь гильзу изнутри тоже промажем и устанавливаем резиночки. Вот, пожалуй, и все. Остается зафиксировать цилиндр гайками. Наконец, установлены оба цилиндра. Поршни ходят в них легко, свободно и без заеданий. И мы можем сказать, что этот двигатель готов. А вот второй, основной мой двигатель, который я собираю из максимально новых деталей, пока находится в том же состоянии, что и утром. А на часах тем временем половина двенадцатого ночи. И у меня сейчас есть два варианта. Либо продолжить работу, и он тоже будет готов часам к трем, к половине четвертого ночи, вот только я тогда совершенно не высплюсь, и завтрашний день пропадет впустую. Либо пойти сейчас поужинать, поспать, и завтра со свежей головой и новыми силами продолжить работу, и это видео. Лично я выбираю второй вариант, поэтому не прощаюсь. Снова всем привет, вот и следующий день, если быть точным, то вторая половина шестнадцатого января. Я уже успел сегодня поработать, и даже побывал в офисе транспортной компании, где меня дожидалась посылочка от Леонида Горковенко. Это некоторое количество нержавеющей трубы и отводов, которые пригодятся для изготовления впускного коллектора, для установки на новый двигатель монокарбюратора. Огромное спасибо Леониду, на самом деле здорово выручил, потому как в Гомеле нет организаций, которые продавали бы нержавеющую трубу в розницу. Оптом по безналичному расчету можно найти, но они продают тоннами, вагонами, палетами, а купить метр, полметра трубы и несколько отводов у них нельзя. Можно в Минске, но дорога туда это и деньги, и время, так что здорово выручил, Леонид, еще раз огромное тебе спасибо. Ну, а теперь возвращаемся к нашей работе, к установке поршневой. Этот двигатель можем пока убрать в сторонку, а этим будем сегодня заниматься. Работа нам сегодня предстоит в точности такая же, как и вчера, с той лишь разницей, что сейчас я буду использовать свежерасточенные цилиндры, совершенно новые поршни, совершенно новые пальцы и совершенно новые кольца. В остальном же точно такая же сборка с точно такой же последовательностью действий, поэтому я сейчас просто включаю радио и начинаю получать от работы удовольствие. Ну, а если возникнут какие-то непредвиденные сложности, то обязательно расскажу и покажу. Это, конечно, крайне неприятно и обидно, но непредвиденная заминка у нас все же случилась. Двигатель собран. Ну, как, поршневая установлена. Поршни, цилиндры, все резиночки уплотнительные, колечки новые, все отлично и уже на стадии проверки свободности вращения коленвала в нижней мертвой точке возникает клин. Все, уперся, дальше не идет. Если будем вращать обратно, поршни двигаются ровно до нижней мертвой точки и снова коленвал клинит. Есть у меня подозрение, единственная, пожалуй, версия, что у этих поршней неправильная геометрия и когда они сходятся к коленвалу, юбка поршня одного или второго или обоих сразу упирается в щеки коленвала и не дает ему провернуться. Выяснить это можно только опытным путем, для этого придется сейчас снова все разобрать. почему-то мне кажется, что левый цилиндр подклинивает первым. Вот с него и начнем. Да, если бы тут еще что-нибудь увидеть, то подклинивает да, а вот этот вот этот кажется уперся. И почему же это произошло? вот вот его отпустило. Непонятно. давайте давайте вместе будем голову ломать. Итак, правый поршень, вот он уперся в щеки коленвала. Да, действительно упирается юбкой. Оказывается, без цилиндра нижнюю мертвую точку пройти все-таки можно. вот мы пошли вверх. Вот она нижняя уперся плотно. В общем, в каком-то одном промежуточном положении, вот если вот так подловить по центру поршень поставить, и он прошел нижнюю мертвую точку, пошел двигаться вверх. Я думаю, сейчас можно будет на юбке уже обнаружить отпечаток, где именно цепляют щеки. Пройдем еще раз. О! Давайте выведем в верхнюю мертвую точку оба поршня. Осторожно. И посмотрим. Да, есть. Действительно видно. Вот одна точка касания, а вот вторая. Именно с одной стороны получается что юбка у нас упирается в крайнюю щеку коленвала. Какие могут быть варианты, из-за чего это происходит? Ну, во-первых, может быть криво обработан поршень, то есть здесь расстояние больше, чем здесь. Ведь здесь не упирается. Давайте посмотрим. 71,7, а здесь да ровно то же самое. Даже чуть-чуть меньше. 71,5. Значит, поршень ровный. Хорошо. Может быть, сам шатун кривой завален относительно щек, и из-за этого поршень, когда к щекам подходит, подходит как бы боком и одной стороной упирается. Но тогда у нас не сошелся бы метод треугольника, и сам поршень при установке в цилиндр смотрел бы как-то в сторону. Но нет, все нормально и сходится, и совпадает, и на кривой шатун тоже не похоже. Есть еще вариант, что крайняя щека чуть больше по диаметру, чем остальные. Я сейчас попробую от плоскости прилегания цилиндров измерить расстояние до щеки. Может быть, это нам что-то даст. Здесь размещу упор, и от него буду мерить расстояние до щеки. Сначала передняя щека коленвала 39,65 средняя 40,2 чуть меньше и крайняя именно та, в которую у нас упирается поршень. 39,5 Ну, разбежка в 5,10 по диаметру щек коленвала я считаю не критично. Посмотрим с этой стороны. Передняя щека эх, переключил в дюймы 40,2 давайте сбросим и для чистоты эксперимента повторим. 40 ровно средняя 40,6 39,8 вроде как и со щеками то все в порядке для сравнения я взял стандартный ураловский поршень который и должен работать с этим коленвалом смотрим высота от днища до юбки 71,6 а алмот 71,5 ну как это так этот не упирается а этот упирается сравним прямолинейный участок вот этот участок юбки который дальше всего выступает от днища его ширина ну грубо 32 миллиметра а у алмота я уже сейчас вижу намного больше 41 почти на 10 миллиметров шире то есть этот скос по бокам имеет другой градус и цепляется именно этими углами алмот вполне возможно что в этом и есть причина но почему на другом коленвале на другом двигателе эти поршни стали вообще без проблем в общем я сегодня молодец все успел все сделал собрал а затем откатился к первоначальному состоянию да еще и задачу получил над которой теперь буду голову всю ночь ломать что делать в принципе мне понятно необходимо снять поршень и в тех местах где он упирается в щеки коленвала снять слой металла миллиметр может быть полтора с запасом на тепловое расширение второй поршень можно точно так же обработать чтобы выровнять их по геометрии и по массе кстати да весы надо купить но непонятно из-за чего это происходит и с чем это связано если у вас есть какие-то идеи пишите в комментарии любые самые фантастические ваши предположения устроим мозговой штурм и возможно к чему-то придем на этом на сегодня пожалуй все всем спасибо всем счастливо и всем пока спасибо за субтитры спасибо за просмотр Продолжение следует...